Дорогие друзья, всем доброго дня и отличного настроения! С вами команда Николая Сомсика в агенте снижимости Титул. Меня зовут Артём и сегодня я для вас покажу дом, который располагается в селе Николина Балка, Петровский Рен, Ставропольский край. Собственно, сам дом у нас с невысокой стоимостью. Сделан у нас из эмана, как раз таки вот он позади меня располагается. Частично облицован лицевая сторона кирпичом, обкладка прошла, а уже внутренняя во дворе, там будет штукатурка плюс побелка. Кровля из черепицы, коньки вы видите, что бетонные, фундамент каменный. Что касается конструктива, друзья, у нас будет коридор, две спальни, зал, кухня, коридор и, в общем-то, удобство внутри дома. Касаемо цены, это немаловажно, что у вас и ванная, и туалет, причем в неплохом состоянии. Будет множество хозпостроек из эмана на участке для ведения вашего хозяйства, немаленький земельный участок. Ну и касаемо расположения, мы находимся между двумя городами. Это Ипатово и Светлоград. Светлоград является районным центром, до которого у нас буквально 12-14 километров пути, в зависимости, какую точку брать. Я 12 смотрел это от начала Светлограда до сюда. Дорога вся в хорошем состоянии, практически напрямую будем ехать через центр. В конце ролика обязательно сядем, досмотрите, мы прокатимся через центральную часть, там все объекты инфраструктуры будут в одном месте, увидите. Ну и также по дороге, скажу, что и с левой стороны, и с правой стороны будут лесные массивы. В общем-то, когда-то выйти, допустим, пособирать грибы, просто провести время, там, не знаю, на пикник, с семьей выехать, хотя частные дома, вы сами понимаете, что мангалы, все рядышком становится, и отдых происходит тут буквально на месте. Что немаловажно, номер телефона собственника будет обязательно оставлен в описании, вы можете набрать и задать интересующие вас вопросы. Также номер телефона нашего специалиста вместе с ссылками на социальные сети, такие как WhatsApp и Telegram, вы можете написать текстовое сообщение, голосовое, если вы интересуетесь переездом на ближайшее будущее и хотите, чтобы вы заранее были подготовлены к переезду, чтобы вы имели информацию о доме, потому что частая ситуация, что объявление смотришь одно, фотографии, допустим, тогда, когда люди жили, пятилетние, к примеру, давности, а по факту приезда, но это часто встречается, что совсем иная видимость. Даже бывало такое, что приезжаешь на дом, я это неоднократно уже говорю, наши подписчики, которые часто смотрят наши ролики, возможно, слышали. Сценник стоял хороший, все заложен как на полноценный дом, а я внутри приезжаю, там просто уголь. В общем-то, вот такая ситуация, я не хотел бы, чтобы вы попадали при переезде сдалека и тратили время, свои эмоции и нервы. В общем-то, друзья, давайте переворачивать камеру. Осматриваться снаружи, я вам немножечко, буквально, пока мы на улице, расскажу за Никольную балку. Село достаточно приятное, я здесь нахожусь уже не первый раз, причем наши подписчики уже здесь покупали домовладение, причем, по-моему, с более высокой стоимостью. Дом снаружи, я уже походил и внутри побывал, не имеет особо серьезных повреждений. Я сейчас пройду вдоль фасадов, чтобы вам это наглядно более показать. Окна поставлены пластиковые, бетонная отмостка у нас сантиметров под 60-70 есть, ну и кирпич, пол кирпича уложенный, плюс у нас есть еще достроенная часть, там, возможно, что-то у вас так же будет, она пока что в черном формате решать уже новым владельцем. Так, розы с колючками я сейчас пробегу, и давайте уже на выход туда и выйдем. Собственно, стены, ну, как вы понимаете, что, конечно, кладка не сегодняшняя, не идеальная, но повреждений, трещин особо нет. Если там уже сильно придираться, то, допустим, фундаментная часть, где камень, который будет стоять, в принципе, веками, ставится легкая какая-то опалубка, небольшой слой цемента, и все, в общем-то, у вас все это обновится. Перед домом также есть зелень, касается это берез, цветов и сирени. Проходы между нашими домами, ну и, в общем-то, когда люди будут проходить, как вы понимаете, что в окна здесь особо и не заглянешь, ввиду зелени, ввиду еще всяких жалюзей, равного отдаления от окна. Асфальтирный проход, ведущий в центр. Это направление как раз-таки. Сейчас еще покажем наш въезд, мы к нему вернемся немножко позже. Машину внутрь загнать можно через металлические ворота, калитка для пешего прохода, здесь хвост постройки. Ну и левая граница, вот каменная огородка, как раз-таки заканчивается, начинается соседский дом. Что касается соседей, здесь проживает молодой человек, как мне сказали, занимается машинами, там в гараже что-то ковыряется, вроде бы нормальный парень, все хорошо. Справа соседи, это в бывшем начальник ГИБДС Светлограда. Вот такая ситуация. Коммуникации. Пока смотрим на дом и видим газовую трубу, скажу, что свет, вода, газ заведены, плюс у нас все на участке будет скважина, также на полив вода, которая будет пригодная. Ну и канализация у нас выходит в район этих деревьев, она выкачивалась за 18 лет только один раз. Теперь выйду на дорогу, как раз-таки покажу вам состояние покрытия асфальта. Это уже на выезд из села, а нас интересует конкретно данная часть. Километр пути по прямой вправо, и вот как раз-таки там центр. Начнутся хозяйственные магазины, продуктовые магазины, салон красоты, пивной магазин. Далее при повороте у нас получается школа, дальше почта, Сбербанк, районная больница, и даже говорят, что есть ветврачи. Пока стоял, друзья, проехал автобус, ну местный, который едет на Светлоград. Маршрут номера я не запомнил, но уже когда, знаете, по факту будут вопросы возникать, с владельцем вам, включая график, его движение предоставят. То есть, если первое время хотя бы у вас не будет личного автомобиля, и вам нужно будет до Светлограда добраться, какие-то дела свои поделать личные, не проблемно. Он проходит прямо перед домом по улице. Я думаю, что на вытянутую руку они по селам останавливаются. Также, друзья, у нас есть прокат к дому с асфальта. Ну тут, конечно же, часть немножко свежее, тут постарше. Машину можно бросать, как я понимаю, что и возле дома она особо мешать никому не будет. Здесь газель смело вмещается. По высоте, я думаю, что даже самая здоровая будка у вас будет становиться. Ну и далее, друзья, если у кого-то какой-то крупногабаритный транспорт, ну пересечете вы, допустим, данную тропинку, я думаю, что так же ни у кого вопросов не возникнет. В общем-то, вот так у нас будет выглядеть наш выход из данной, калитки из данного дома и уже там путешествие к центру, куда угодно. Много зелени, обращаю ваше внимание. Конечно, у нас перед домом не плодовые, а если взять по соседству, допустим, тутовники, орехи, абрикосы, вишни, даже вот вижу яблони, все растет у людей вот снаружи, и причем здесь транспорт не так уж и часто катается, чтобы там считать загрязнение там от выхлопа и прочего. Уже на ваше усмотрение, если вы захотите использовать наружные территории под посадки также. Ну и мы с вами вместе во дворе, здесь отсыпка, камень, ну конечно же, каменные тропинки, ведущие к хозпостройкам, у нас напрямую будет гараж, он не особо, конечно же, большой, я думаю, что если вы там немножко разобрать, как-то подрасширить хотя бы на один блок, то легковая машина вполне станет в итоге там на уезд, на море, куда-то как-то, чтобы у вас машина была в хорошем состоянии, чтобы вы не переживали за ее состояние, как раз таки можно использовать гараж. Либо же навес, допустим, у нас также между постройками располагает, на какую-то виноградную конструкцию, к примеру, либо же крытую площадку. И давайте дом пока что мы оставим напоследок, я естественно обязательно пройдусь вдоль каждой стены, чтобы вы посмотрели еще состояние их. Начнем с хозпостройок, некоторые конечно же старенькие, но вроде бы как состояние для сараев вполне еще пригодное и простоят они как бы, вы понимаете, не один год пользуются ими можно. Естественно, когда появятся мужчины, женщины, какие-то идеи, руки, все будет приводиться потихонечку в порядок, я просто не знаю ни одного дома, где нет необходимости чем-то заниматься в течение какого-то там времени, не года-двух, что-то когда-то нужно делать в любом случае. Не бывает такого, что приехал и все хорошо целые века. В общем-то, хозпостройка саманных блоков, некоторые стены вижу то, что выложены из камня, также промазка из глины, ну и перекрытия, вы видите, то, что у нас нет, у нас сразу кровля уходит в скаты, черепица. В общем-то, если судить о сырости и влажности, даже учитывая тут песок, все хорошо. Сыростью здесь не пахнет, протечек здесь нет. Далее возвращаемся, тут у нас также некоторая клумба под цветы, возможно, друзья, ну просто давайте, вот как вы говорите, что вы там придумываете, нам, что нам сделать. Возможно, в теории, здесь какая-то, допустим, у вас площадка под бассейн, станет где-то зона барбекю, вполне это все неплохо сделать. Но цветы, конечно же, нужно будет как-то распределить по другим местам, чтобы освободить площадку, возможно, пересадка пройдет у вас. В общем-то, медленно покажу вам еще двор, взглянем на дом с этой стороны. Что касается дома, у нас два входа, вот он парадный, которым в основное время им пользуется. И вот вторая дверь с левой стороны, туда шланг заходит, можно сразу же зайти, получается, через дверь в кухню. Это уже, если необходимо и будет удобно. Далее, друзья, давайте слева направо, так как ближе к этим постройкам стою, пройдемся вместе с вами, позаглядываем внутрь, также подумаем насчет стен, с боков, каково их состояние. Итак, ну, здесь возможно какие-то там свинарники были в прошлом, саман, ну, здесь горелый стоит именно торцевая часть, а нижнее видно, что цементировали вручную, как бы для себя просто-напросто сделали. Вход. Сейчас камера у меня по свету перенастроится. Ну, пространство здесь немалое, в плане того, что даже если у вас будет это все сделано под какие-то курятники, либо других птиц, уток, гуси, индюков вы заведете. Вот выбиваются у нас дырки на уже земельную территорию, там, сетки, как угодно ставить на границе выгула. И для содержания птицы я считаю, что это вполне неплохие постройки, причем видно, что у нас есть камень здесь. Итак, первая постройка, следом идем во вторую. Тут будет как бы первоначальный домик, но газа такого ничего нет. Здесь у нас русская печь. Как желаю, постройка она особо не использовалась, больше, конечно же, как складская территория. Возможно, так же новым владельцам будет полезно данная территория. Может быть, привести в порядок печь, но так как вы видите, что некоторые разрушения здесь есть. Выводить цыплят, чтобы она топилась, чтобы было здесь тепло. И цыплят по зиме, я знаю, что часто в феврале вроде как закупают. Кто занимается птицей, прошу меня, поправьте, если это не так. Хотя, вообще, выбирает разные месяца, кому как удобно. Я знаю, что в феврале мои родственники, мои бабушки, допустим, они закупали цыплят и уже бролеров растили. В общем-то, тут полы дерева, старые брусы, ну, понятно, балки здесь стоят. Постройка вполне не шаткая, то есть, нигде не заваливаются, стены наклонов также не имеют. Вполне используемая. Идем, значит, дальше. Тут окна деревянные, не будем на них особо акцентировать внимание, просто деревянные рамы и вот такого плана стекла. Далее у нас, друзья, гараж. Он сделан также у нас с ракушечника, но вот как раз таки, давайте, вблизи покажу вам сам этот камень, чтобы вы его видели. Его еще называют Бурлатский камень, в селе Бурлатском в основном его выпиливают на продажу, на поставке. Сам гараж, как я и говорил, что если здесь немножко разгребсти эту всю территорию, так как, понятное дело, в селе железок, инструменты со временем накапливаются столько, что превращается просто в хранилище металла. И у нас вот такого плана будет гараж. Машина, да даже не надо разбирать никаких стен, я думаю, что легковушка сюда заряжает и по высоте, и по ширине. Также видите, что здесь введен свет. Полы у нас просто земля вкатанная, стены. Давайте по кругу покрутимся. трещин, ничего такого нет. Идем дальше. Следом у нас, давайте я там дверь не буду открывать, пройду вот таким образом, оконные рамы без окон. В общем-то, еще один сарайчик, какие-то кролики внутри, возможно, я думаю, что также места будет хватать. из камня постройка, и вот эта дверь, которая в сарай, следом у нас идет подвал. Что касается подвала, друзья, так, сейчас я открою дверку, я спущусь вниз, смотрите, ну тут единственное, что подвал начал расходиться, это все произошло давно, и уже собственники говорят, сколько спускаемся, сколько поднимаемся, ничего не происходит. Для себя, для уверенности поставить распоры, залить как-то бетоном, возможно, это стянуть какими-то арматурой, металлом, и вполне пригодный подвал у нас в итоге будет. Подвал, спускаемся вниз, вначале немножко я согнулся, и далее, друзья, уже в полный рост я стою, причем, если брать руку, ну вот, неплохо поднимать руку можно, соответственно, это не прям в упор над головой, сейчас немножко темновато будет. Подвал, вполне сухой, давайте сейчас развернусь на свет, что касается пола, но вот земля, она полностью, ну то есть, рыхлая, сырости здесь никакой нет. Стены, также не имеют никаких солевых отложений, все в порядке. Учитывая пространство, здесь хранить множество, чего получится, даже если мы пол будем использовать, там какие-то поддоны, палеты закинули, ящики под овощи, под сушку, под фрукты, что угодно, закидываем, ну а там уже сока, вина, компоты, что угодно будет. Возвращаемся обратно, чтобы уже с темноты на свет выйти. Я особенно с солнца ничего такого не вижу. В общем-то, здесь границы нашего участка будут проходить по сетке рабицы, тут, понятное дело, тутовники, старые побеги уже сами по себе дикие пошли. Нужно косить траву и ухаживать. Сейчас по факту здесь проживает женщина, одна уже в возрасте и, соответственно, уже при переезде не занимается земельным участком. Вот здесь у нас располагается сама скважина и уже разработать там запустить накачку и можно поливать наш участок. Есть вот такая бетонная емкость, давайте чуть выше покажу. Возможно ее когда-то наполнять, чтобы у вас отстойная вода, к примеру, была, потому что некоторые знают также по своим родственникам, что какие-то посадки не поливают прям холодной водой, там огурцы, к примеру, потому что погорят, в общем-то, и листья. бабушка брала, допустим, отстойную воду, которая там немножко теплая. Ну и давайте в круговую также вам покажу. Косить траву, конечно же, потравить, в итоге от нее избавиться не мешало бы. Немножко смородины там где-то куст, немного фундука есть. Давайте, по-моему, вот смородина, вот дальше у нас фундук, там и луча. Немножко здесь винограда, груши. Ну, конечно же, сад также в идеале бы обновить. Уличный туалет, но нам не интересен, просто проходим мимо, в доме доста у нас и есть. И сам огород. Ну, в общем-то, давайте по границам здесь и будем определяться. Вот она полоса деревьев, там также деревья, с правой стороны также деревья. Если, нет, давайте я немножко все-таки зайду. Если заглянуть по секрету на соседские территории, то мы увидим и теплицы, и просто обалденный сад, и обалденные виноградники. Посмотрите сами, насколько это все ухожено. Красиво выглядят какие-то посадки. Вижу, что справа огурцы, слева что-то красненькое, то ли перцы, то ли помидоры были. Не успел посмотреть. В общем-то, вот таким интересным образом у людей все растет. Тропинки, проходы, все с тротуарной плиточки. В общем-то, когда люди живут и занимаются, выглядит все интересно и красиво. Ну, это к тому же, что в плане роста по Стопополию, по Краснодарскому краю есть такие стереотипы, что жара, здесь ничего не растет, там пустыни. не знаю, абсолютно никаких проблем по этому поводу не создается. Да, конечно же, тепло, там 35-40 градусов бывает у нас, там допустим, июль-август. Ну, растет все в порядке. Вовремя поливай и урожаи собирай вполне неплохие. Естественно, уход. Те, кто соберется заниматься посадками, должен хотя бы какой-то предварительный знать. Итак, давайте возвращаться к дому. По факту, он у нас останется. Друзья, я напоминаю, что у нас также телеграм-группы есть, на которые следовало подписаться, так как для человека, который собирается приезжать, множество полезной информации выкладывается. Да и даже, если не брать информацию, просто люди между собой общаются. Те, кто уже переехал, те, кто собирается, задают какие-то вопросы, чтобы отсеять переживания. Почему бы и нет, друзья, заходите, все бесплатно. Люди, я думаю, что также пойдут навстречу в плане разговоров и каких-то будущих планах. Состояние дома с задней стороны по штукатурке, по белке есть небольшие трещины, но в плане миллиметровых полос. Также окна здесь все стоят пластиковые, дождевых отливов здесь нет. Просто черепица и вода уходит. Ну вот буквально она не будет падать даже на отмостку. Я думаю, что она будет сразу уходить в землю. Какого-то позеленения мха здесь появляться не должно. Все, напрямую осталось нам глянуть дом и его внутренние составляющие. Кондиционер, но трубка, вижу, что отведено, почему-то все равно по стене есть какая-то влага. Разобраться с кондиционером только следует и все. Итак, крыльцо у нас бетонные ступени плюс перила поручни есть. Если старички кто-то приезжает либо же дети, чтобы допустим в каком-то порыве бешенства как-то бывает. Я по-своим вспоминаю, чтобы не улетел просто. В догонялке еще что-то играет, ну мало ли что случится. Перилка у нас есть на этот случай. И теперь сама дверь, вход внутрь. Дорогие друзья, ну и со входа у нас получается две двери. Первая часть это спальня. Она будет как бы изолирована от всего остального дома. Входная группа. Собственно, вот дверь, через которую мы вместе с вами вошли. И тут уже переодевалка. Соответственно, вот он шкаф, который будет оставаться. Что касается мебели, напрямую с хозяйкой вы можете обсуждать. Частично готовы что-то оставлять. Для кого-то возможно это будет плюс. Кому-то допустим первое время попользится. Ну а там уже решайте сами. Окно, выходящее на нашу проезжую часть. В общем-то, оно глухое, потому что у нас если проветрить необходимо, можно открыть дверь. Я уже прошел все абсолютно откосы, каких-то следов сырости, плесени, какой-то крапинки. Абсолютно нет. Отопление у нас котел будет стоять на кухне. Вот как раз таки стоит радиатор. Дальше переход в комнаты. Трубы отопления. И плюсом в зале будет по центру стоять форсунка. Она в рабочем состоянии, но давно ей не пользовались. Тут я уже себе позволил палац приподнять, дабы показать вам сами полы состояния. Это дерево по всему дому. Доски вполне устоявшиеся, то есть не гнилые. Конечно же, освежить их вид не мешало бы. Хруста, как вы слышите, то есть там провалов, скрипов нет. Ну и то, что главное, нет наклонов там влево, вправо, что ты там встал и тебя уж, не знаю, укатывает в какую-то из частей комнаты, в какой-то угол. Все нормально. Дальше переход. Сейчас свет я включу. В общем-то, первая спальня. По пространству, учитывая компьютерный стол, небольшой шкафчик, диван, диван больше такой полутораспальни, кресла. Здесь еще в центре вы понимаете, что место остается. Также, возможно, это будет хозяйская спальня, а дальше уже спальни, которые там, зал раздели как-то по детским комнатам. Опять же, это просто мое мышление. С вами делюсь. Пространство, неплохие, высота потолков, ну где-то 2,50, думаю, что точно будет. Потолок сам по себе ровный. Здесь как-то прям натяжки ставить, нет необходимости. Его как-то освежить, и он будет достойно выглядеть в итоге. Полы, все то же самое. По этим окнам сейчас также пройдем. Тут откосы более свежие. сырости, плесня, как я говорил. Ну и окно можно у нас открыть, сейчас мне микроволновка мешает. Положительное положение проветривания у нас есть в итоге. И здесь уже левое окно будет глухое. Собственно, все чисто. Отопление, ну тут дополнительно видно, что переходы делали на радиатор, плюс антрубы. По утопке зимы, но учитывая наши зимы, друзья, это будет не особо дорогие цифры, какие-то большие суммы оплат. Ну и учитывая саман, то, что он сохраняет тепло зимой, а летом наоборот не пускает жару. Также немаловажно. Я даже иногда саман сравниваю с газобетторами. Вполне хороший и доступный материал, плюсом геометрия большая при укладке стен. Ну и ладно, уже в материалах не будем о кирпичах, о шлакоблоках. У каждого есть плюс и у каждого есть минус. Если интересно, когда-нибудь уже при встрече поговорим на этот повод. Давайте заходить туда дальше. Друзья, ну и далее сейчас уже с детьми тут поперебегали из комнаты в комнату, попадаем мы вместе с вами в зал. Как раз таки вот она перед нами форсунка, о которой я говорил. Возможно, это станет когда-то камином для вас. Как раз таки какая-то зона отдыха, телевизор и прочего для семьи. В обратном направлении показываю комнату, кондиционер уже дует, то есть он всегда в коридор как бы заходит в сторону кухни. Второе, если дополнительно необходимый кондиционер, конечно же, ставьте. А так сейчас хорошо в прохладном доме. Четыре окна, также все в пластике. Сейчас подбуду покажу вам. Давайте на примере пары окон посмотрим. Как раз таки, ну вот где по стене иногда капает с кондиционера. Здесь также плесень 0, с правой стороны на окно выходящая на наш подвал. Та же самая ситуация. В общем-то вот такая история здесь, друзья. Что касается косметического ремонта, конечно, никто не говорит то, что не нужно этого делать. Со временем приехать и потихонечку приводить дом в порядок под свои какие-то цвета, под свои решения уже на будущее ваше право. А так постепенно заехать жить возможно. В общем-то дальше у нас будет коридор второй, о котором я говорил изначально. Тут межкомнатная дверь более свежая стоит. Так, что касается света, друзья, я что-то не вижу у нас выключатель, возможно снаружи, нет, не вижу, просто не вижу. все увидел. Мне принципиально было интересно найти его. Спрятан был просто вот здесь. Итак, небольшая детская, односпальная кровать, кроватка, какой-то, допустим, письменный стол здесь подставить можно. А так помещение небольшое. Даже, как вы понимаете, что на углу поставили некоторые полочки. Они сделаны из гипсокартона. Некоторые перегородки. Эта комната была вся сплошняком вокруг форсунки. Соответственно, люди уже, когда даже приобретали этот дом, он уже был в таком состоянии. Ну и просто оставили данную комнату как отдельную территорию для ребенка. Здесь то же самое дерево, стены, обои. Ну, не скажу, что они прям суперновые. Освежить, возможно, можно со временем. Но они не порисованные, не подранные. Там есть какие-то, ну вот такая часть, допустим, кусочка не хватает обоев. А так они вполне чисто выглядят. Дальше, друзья, у нас будет окно. Полностью все оно чистое. Открывается. Положения проветривания на этом окне нет. Отопление, две трубы, проходящие в кухню. Собственно, вот такая дополнительная комната. О чем я и говорил, то что взять если то пространство под хозяйскую спальню, более большую, здесь как-то зал разграничить. И вот еще небольшая комната. Даже как-то если я в знак болу идите, будут перекладку поставить из гипсокартона буквально на один день работы. И дальше мы попадаем в кухню. Кухня сама по себе просторная. Естественно, что уже много чего повывозили. В углу у нас газовая плита, колонка нагрева воды, мойка и здесь котел. Котел старенького образца, но на соц все видно, что стоят новые. Трубки у нас все поставлены новые. Рожительный бачок есть. И газовый счетчик будет встать внутри. В общем-то как-то так выглядит территория кухни. Потолки у нас здесь уже немножко отличаются подбиты ДВП-шкой. Вот потолка я думаю что даже позволит сделать натяжной потолок в итоге. Ребаки все картон как вам необходимо. Так прохожу в обратное направление. Сейчас мы напрямую в ту дверь сходим и потом уже на выход через второй вход который мы видели изначально. Что касается полов друзья я походил также по всем половицам где-то вот здесь сейчас я вам покажу даже более более точно вот немножко как бы доска ну вот на вот столько она буквально спускается вниз то есть нажим чувствуется что она чуть проваливается и все остальные вроде как нормально в итоге перестилать смотрите на свое усмотрение окно выходящее к соседу касается кухни но тут забор вы видите во-первых стоит потом у соседа там беседки березы то есть к вам заглянуть даже там вечернее время никаким образом не получится и у вас я думаю что просто так не получится только если ставить стул и стоит для чего непонятно итак дверь вперед тут сейчас наш пинглит мы поправим уберем и попадем в ванной туалет вытяжка у нас принудительно включается вместе со светом далее ну давайте сначала рассмотрим пространство стирка справа стороны стоит унитаз плюсом здесь место сушилку ставь что угодно возможно стирку сюда перекинуть в итоге умывание ванная и всякие полочки под хранение чего-либо сама ванная средних размеров не скажу что она там какая-то старая грязная и убитая просто почистить ее и также пользоваться вполне легко где-то возможно там подкрасить некоторые части ну допустим там вот сколушек у нас небольшой есть один-два все форточка на проветривание дополнительно и что касается материалов у нас плитка с пола до потолка потолок подбит пластиком плитка ну вроде как состояние давайте еще более детально вместе с вами буду смотреть состояние неплохое соответственно каких-то отвалившихся кусков плитки или сколов на плитке здесь нет ну вот по шву там не знаю затиркой буквально пройти какой-то колеровка и все будет чисто аккуратно у вас выглядеть санузел просторный совмещенный стирка помещается учитывая сценник друзья это это очень хорошо просто я много смотрю домов и более высокие стоимости скажу вам по правде что часто туалеты на улице бывает и ванн нету в некоторых селах а ценник стоит даже побольше и последняя дверь друзья ведущая на выход нас как я и говорил что она пристроенная часть сейчас в черновом формате в общем-то тут кирпич и кровля из шифера не черепица и вот дальше друзья мы можем ходить отсюда акация даже вот если ее под пень срубить проблем думаю что в рубке не будет так как она невысокая там особо на дом ничего не упадет на дрова отличнейшее именно дрова будет акация ценится под шашлык все друзья теперь мы вместе с вами идем в машину и прокатимся три минутки буквально в центр посмотрите как это все делает выглядит уже своими глазами дорогие друзья ну и соответственно вот такой дом сегодня вместе с вами мы бы посмотрели давайте пока что отъезжая посмотрим дороги к центру как и обещал дома внутри села и вообще прокат на его состояние зелени множество убедимся вместе с вами едем буквально километр я даже немножечко приускорюсь не прям сильно медленно буду ехать чтобы мы успели осмотреться и сильно время много не затягивали с левой стороны вижу то что есть баскетбольные кольца футбольное поле оно в траве как бы там не специальное какое-то покрытие ну для детей я думаю что погонять мяч можно будет качели несколько штук плюс он крутящаяся качель что касается мусора друзья раз в неделю приезжает службы на улицу выставляются баки либо же пакеты и соответственно его забирают машина немножко постояла на солнце поднагрелась сейчас 40 градусов показывает на стене быстренько ничего страшного ну и друзья вот сейчас уже где появляются знаки перекресток это собственно есть центр района нашего и пошли по ходу движения справа друзья у нас спивной магазин далее продуктовый с левой стороны салон красоты дальше вот то что белая постройка там хостовары продаются и вот поворот школьная территория тут лесопарковая зона небольшая но деревья пока еще молодые те немного не создают но скамейки тротуарная плиточка все хорошо аккуратненько выглядит справа друзья дом культуры с камерой немножечко поправлю далее школа сама по себе идет участковая больница с левой стороны ну и дальше у нас будет справа сбербанк и почта в одном месте пешеходные переходы стоят ограничители скорости причем скажу что асфальт они пожалели хорошенько подняли тут разогнаться не получится дети уже могут спокойно добираться и вообще переходить дорогу вот она больница с левой стороны и вывески справа посмотрите сбербанк почта россии и дальше у нас уже будет движение на выезд из самого села в сторону Светлограда если у вас остались вопросы друзья спускайтесь в описании находите номер телефона нашего специалиста либо же собственника задавайте вопросы касаемо данного дома другого ряда объекта недвижимости Ставропольского края Краснодарского края Ростовской области с удовольствием мы покажем и продемонстрируем на этом все друзья всем пока